Свой музыкальный путь Матвей Найдун начал 8 лет назад, когда ему было всего 7. Подросток профессионально занимается в направлениях классической и акустической гитары. Недавно влёкся фингерстайлом. Последнюю награду привёз из Лиды с 10-го республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах, где собираются лучшие музыканты. Одарённый юноша участвовал в нём с 2018 года. Третья попытка подарила первое место. Сейчас Бобручанин претендует на президентскую премию. В перспективе, наверное, продолжить обучение, достигнуть больших высот. Это, естественно. Но конкурс стал ступенькой для карьерного роста, так сказать. Подготовка к конкурсу началась ещё в октябре. Протокол состязаний обязывал соблюдать тематику произведений от старинных до современных репертуаров. Учитывались слабые и сильные стороны. Матвей Найдун в финале столкнулся с пятью сильнейшими участниками. Выжил возможности на максимум и вышел со сцены первым. Во многом здесь заслуга и педагога. Ребёнок, когда приходит в музыкальную школу, мы смотрим. Легко ему с этим. Тяжело. Вот в данном случае легко. Ему нравится. С большей вероятностью, что всё получится. У него получилось. Начинали мы с полифонии. Это миминорная сюита Вайса. Две части. Сарбанда и Мюзет. Одна была такая более кантиленная, а вторая такая более подвижная. Вот, кстати, именно вот эта вот полифония подбиралась именно под Матвея. Тандем ученик-учитель стал в этом случае выигрышным. Вместе исправляли ошибки, изучали не только новые произведения. Справлялись со стрессом, вырабатывали выдержку, волю в характере, терпение. Не последнее место в истории у родителей. От школьного, городского до областного и республиканского туров всегда рядом мама и папа, сестра. Как-то мы ехали с дачи, я говорю, давайте попробуем, пусть прослушают. Потому что это полезно не для того, чтобы научиться играть в музыкальном инструменте, а для общего развития просто полезно. И мы заехали в музыкальную школу, его прослушали и сказали, приходите учиться. Матвея в музыке, по-моему, с первых минут сразу все получалось. Гордость ей, в том числе и за город Бобруйск, потому что он единственный оказался. Его знают. Я возила его на награждение. И подходили люди, узнавали и хвалили его. Матвея поддерживали, наверное, с самого детства. Все, кто только можно, чем только можно, когда он начал заниматься музыкой, то тут привлекались и бабушки, и дедушки. Всем огромное спасибо, потому что они просто неимоверную поддержку оказали нашему сыну в его процессе образования. В дальнейшем Матвей Найдун планирует поступить в колледж и связать свою жизнь с музыкой. На будущее у мальчика амбициозные планы. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова